Бесплатные вебинары для руководителей. Эксперты по построению бизнеса расскажут. Новые сценарии онлайн-продаж. Современные возможности интернет-маркетинга. Как продавать в соцсетях и мессенджерах. Как контролировать сотрудников на удаленке. И как организовать онлайн-офис. Делайте бизнес прибыльным для себя и надежным для своего клиента. Друзья, доброго дня. Приветствую всех на вебинаре компании 1SBITREX. Мы сегодня говорим про удаленную работу. Мы часто выходим в эфир и рассказываем про разные аспекты бизнеса. Смотрим с разных точек зрения. С точки зрения продаж, с точки зрения процессов. Сегодня как раз будем говорить про удаленную работу. Как выстроить коммуникацию со своими сотрудниками. Как сделать так, чтобы они понимали, что вы от них хотите. Могли нормально передать знания. Комфортно себя чувствовали в этой атмосфере. Ну и какими инструментами пользоваться. Будем говорить сегодня в вебинаре. С двух точек зрения тоже посмотрим. Первая часть будет посвящена тому, как выстроить такую работу со своими сотрудниками. Какие есть нюансы, лайфхаки, что можно придумать. Вторая будет посвящена инструменту. Инструменту BITREX24. Как такой экосистеме для ведения работы всей команды. У нас сегодня два спикера. Я сначала поговорю про чуть-чуть регламентные моменты. А потом представлю второго участника. Про регламенты. У нас с вами, друзья, ближайшие полтора часа, которые посвящены мероприятию. Если в эфир прорывается капель или сильный ветер, это Петербург на проводе. Не удивляйтесь. Мы сегодня про удаленную работу. И мы из дома. Из домашних офисов, домашних студий. Значит, полтора часа у нас с вами в ближайшем будущем. Про тему посвященную. Мы будем показывать слайды. Слайдами поделимся. Тут никаких вопросов нет. А если есть вопрос, и они возникают, то у нас есть волшебный чат. Я надеюсь, всем видно и слышно. Все окей. Если вдруг что-то у вас неправильно, не слышно или картинки нет, самый простой способ обновиться. Если уж совсем не получается, пишите в чат, мы попробуем вам помочь. Зачем еще можно писать в чат? В чат можно адресовать вопросы. Вопросы к спикерам мы будем подсматривать и выберем те вопросы, на которые ответим в конце выступления. Ну или походу возьмем немножко что-нибудь. Или вопросы про систему, про Bitrix24. С нами сегодня наши коллеги-партнеры. Два опытных интегратора, которые провели большое количество клиентов от момента начала освоения системы до успешного использования. Компания Integra, компания CRMGit.ru. Коллеги могут помахать нам рукой в чатике. Если у вас возникают вопросы про Bitrix24, пожалуйста, не стесняйтесь. Сразу же в чат пишите. Коллеги подключатся. И если можно решить прямо в чате вопрос, пояснят. Если нет, то укажут верное направление, где можно посмотреть. Или потом можно будет договориться с ними чуть подробнее. Итак, я думаю, что по регламентам все понятно. Примерно, если что-то походу возникает, то пишите, пожалуйста, мы ответим. Обещал представить второго спикера. И с радостью приглашаю в эфир Марину Вострикову. Марина – руководитель клиентской поддержки в компании 1SBitrix. И вот весь огромный пул вопросов по Bitrix24 как раз прилетают к сотрудникам, коллегам Марины. Марина, привет большой. Привет. Да, картинка хорошая, звук отличный, поэтому вроде бы здесь сверяться не будем. Я уже говорил, что мы сегодня из домашних студий. Мы про удаленную работу, и совершенно честно, и Марина, и я работаю из дома большую часть времени. Я вот совсем окопался. Марина, по-моему, иногда бывает в офисе еще. Да, бываю. Но сегодня уже не поехала. Раз мы продемонстрировали работу, давайте из дома. Хорошо. Марина немножко расскажет и про себя, и про, как это называется, кухню внутреннюю, да, какое количество сотрудников, где они находятся, и как получается ими совсем управлять. Я буду подсматривать в это время за вопросами к Марине. Накоплю немножко, и чуть попозже, минут через 30-40, тоже выйду в эфир для того, чтобы такие вопросы позадавать. Пока оставляю Марину вместе с вами. Вопросы в чат, презентацию сейчас выведу. Начинаем. Итак, всем привет. Меня, Миша уже сказала, хорошо слышно, видно. И сегодня мы обсудим с вами как раз, как мы работали в BITX и работаем. Я занимаюсь тем, что управляю людьми. И это, наверное, неверное слово – управляю, воздействую как-то так, чтобы создаю обстановку, чтобы получалось работать не из-под палки, а чтобы получалось работать открыто, хорошо, с желанием. Сегодня мы с вами будем разговаривать о непростом времени и коронавирусном нашем, и 20-м годе, и 21-м. И я очень надеюсь, что мои советы будут вам полезны. Давайте мы тогда начнем. Сначала коротко обо мне. У меня есть опыт работы в IT-компаниях, и он основан в том числе на отделе продаж. То есть изначально я работала в отделе продаж, потом уже занималась сервисной клиента-ориентированной системой. И еще 4,5 года назад, пока у нас не было истории, что все сели на удаленку, я уже строила дистанционную команду. Поэтому в марте 2020 года мы зашли с опытом уже за спиной. То есть немножечко была у нас фора. Мне сейчас близка тема «Custom Experience». Это для тех, кто не знает. Это управление клиентским опытом. И это философия, когда вы не тушите пожары, когда они уже произошли, и когда к вам принесли проблему, а когда идет работа на опережение. В этом плане всегда помогает сначала что-то исследовать, спросить клиента, прийти и исправить корневую причину. Дальше я управляю 5 отделами из 80 языков. Знаю не 7 языков, как спрашивают в чате, хотя мне бы очень хотелось, я знаю чуть меньше. Но командой я управляю на 7 языках. И это тоже особенность. Не обязательно знать все эти языки, но достаточно знать основной универсальный, например, английский. Есть методология, на которой я базируюсь. Это ITIL 4. Она, и для тех, кто в курсе, ITSM, методология управления IT-процессами. Это к тому, что когда вы разговариваете о клиентоориентированности, о работе эффективной, в том числе на дистанционном формате, можно применять международные теории, опробованные достаточно много лет, чтобы все работало стабильнее. Но вам не обязательно это делать, вот как у меня. Можно послушать просто то, что я буду рассказывать и воспользоваться. То есть у вас такой экспресс сегодня будет, метод освоения того, что я учила годами, вот. Ну и периодически я выступаю как спикер. Сегодня тоже приятно очень быть на этом событии. Мы сегодня вспомним, какие были изменения 20-21 года, какие тренды сейчас существуют, я с вами поделюсь, и какие проблемы решения возможны. Смотрите, я хочу напомнить, что в 20-м году мы все не до конца осознавали, что с нами будет происходить сейчас. И в 21-м, уже в конце 21-го года, даже в начале 22-го, можно точно сказать, что до ковидный подход уже не будет работать. Или до ковидный, здесь надо с ударениями еще разобраться. Но смысл в том, что по-старому уже не получится. И те компании, которые до сих пор отрицают, что изменения наступили, они уже, к сожалению, отстали. Я слышу, некоторые руководители бизнеса говорят о том, что все вернутся в офис, все будет по-прежнему, и сотрудники, которые не привыкли на дистанционном формате работать, вот переучивать-то и не надо. В этот момент у меня настигает великая грусть, потому что я понимаю, что это сразу отставание от конкурентов, отрицание действительности происходит. То есть обратите внимание на тезис, что, первое, трансформацию нужно делать. Если у вас компания работает по-старому, то уже поздновато, точнее, хочу вдохновить вас, еще пока не поздно. Вот завтра, послезавтра, если затягивать, будет уже сложнее. Цифровизация тоже, уже самое время этим заниматься. Если коротко, то это когда вы применяете цифровые решения, которые значительный результат для вашего бизнеса приносят. И нужно взять и трансформироваться внутри. Я буду говорить с вами о мышлении, но сейчас, главное, еще раз основной тезис, что нужно просто заложить себе в голову, что по-старому, к сожалению, уже не сработает. Вот Алексей тут мне подсказывает, что в бункера попрячемся. Это хороший тезис, Алексей. На самом деле ошибка по доковидному подходу относится к том, чтобы признавать, что все вернется на прежние рельсы, и не быть гибким. То есть куда бы мы ни спрятались, какие бы внешние обстоятельства ни происходили, мобильность и устойчивость в любых условиях, вот это будет основное преимущество. Сейчас мир с нами уже новый. И я говорю о том, что сейчас какие-то будут появляться новые штаммы, новые варианты, чем нас будут пугать. И, к сожалению, говорить о том, что все внезапно вдруг обнулиться и пропадет, мы уже тоже не можем. Есть тенденция, тренд считать волны пандемии, какая она там, 10-я, 15-я. Мы уже сбились, честно говоря, друзья, со счету. И просто надо признать, что это новая реальность, это нормально, что, опять же, волны будут, какие-то там 10-тысячные, они просто есть. Сейчас нужно учитывать, что сотрудники будут периодически болеть, и родственники, и, к сожалению, и, ну, кто угодно. И это может влиять на ваши процессы, в том числе в компании. То есть какой-то ключевой сотрудник, менеджер, от которого зависит крупнейший заказ, вдруг может оказаться в ситуации, когда он сидит дома и не может продолжать свою работу. Соответственно, умение быть гибкими, как я сказала чуть раньше, и работать адаптивно – это ключевой навык, в том числе руководителя нового мира нашего. Сейчас большинство компаний, которые я наблюдаю, включили режим подзажаться, подсобраться, где-то подэкономить, и это нормально тоже. То есть если представить вот глобальную картину, что происходит, то люди, с одной стороны, в ожидании и бизнесе, с другой стороны, в надежде, что что-то поменяется все-таки, а в третьей, вот это вот ресурсы сберечь, мы не знаем, что будет завтра. И при этом, подчеркну, большинство ваших конкурентов не умеет работать эффективно по-новому, потому что это требует обучения, это требует гибкости мышления и достаточно открытой позиции в бизнесе. Если я встречаю бизнесы такого типа, что все по старинке, то там не умеют работать по-новому, и там как раз вот основные сложности. И эти компании, бывает, что и закрываются, к сожалению, друзья. Бизнес ожидает от сотрудника высокой отдачи. Это означает, что те, кто остались в компаниях, их нужно, как это, ну, кто-то даже говорит такое нехорошее слово, вырабатывать как ресурс, выжимать максимум. Я не люблю такие слова, но суть именно про отдачу, что если вы сейчас как сотрудник слушаете, не как руководитель этот вебинар, то от вас руководитель ожидает еще большего вклада, чем раньше. И на этом этапе большинство людей еще, бывает, и выгорают больше. То есть в 20-м году все еще как-то бежали-бежали, были силы, надежды. То сейчас я вижу, что энергия заканчивается даже у тех, кто был всесилен и всемогущ. Дальше есть очень много мифов, страхов. Мы с вами находимся в информационном пространстве, где люди делятся там на лагеря на различные. И если наблюдать со стороны, то достаточно кардинальные, категорические позиции мы встречаем. Очень много тех, кто берет информацию там с разных источников, не всегда проверяет научные основы. И от этого в вашем коллективе тоже могут происходить какие-то истории, которые коснулись ваших сотрудников, какие-то конфликты. То есть поэтому сейчас нужно понимать, что вы в этом мире находитесь уже навсегда. Значит, клиенты. Очень важно понимать, что происходит с вашими клиентами. Они становятся, с одной стороны, тревожнее. С другой стороны, клиенты приходят просто получить поддержку и поговорить. Такой small talks я здесь написала. Это разговор ни о чем и в то же время с подтверждением, что я рядом. Есть запросы на спецусловия. Клиенты стараются запросить у вас больше скидок. То есть спецусловия – это когда клиент говорит, что у меня все плохо в бизнесе, хотя это не факт, и начинает чаще пытаться продавить вас на какие-то невыгодные вам условия. Это нормально, такое количество просьб участилось, мы замечаем это. И клиенты меньше прощают недочеты, становятся менее толерантны и внешне идут в социальные сети больше выражать экспрессивно эмоции. То есть надо понимать, что это тоже тренд. Если вы замечаете в своем бизнесе сейчас такое, вы не одни, такое происходит у остальных тоже. Значит, сейчас я буду больше рассказывать об опыте компании и о том, как мы решали эти вопросы. Это сейчас будет применимо в том числе в вашей компании. Давайте посмотрим. Вот это реальный скриншот дистанционной работы в марте 2020 года, когда я сидела на совещаниях, а в это время мои дети раскрашивали полностью всю квартиру красками. Они были перемазаны совершенно до невозможности. И самое главное, что это происходило в момент стратегической сессии. И здесь основной навык, важно было сохранять какое-то лицо, хоть какое-то, которое осталось там суровое, серьезное. Потому что, как мы помним, если мы оказались с домашними на дистанционной работе, то было достаточно непросто. Сразу скажу, сейчас бизнесы пришли к тому, что разделять уже стараются дом и работу. В некоторых компаниях за рубежом появились правила, утвержденные даже практически в трудовом кодексе уже начинают утверждаться, что невозможно совмещать уход за детьми, нанимайте няню, ищите способы. Работа не равно уход за детьми. Даже появился в Америке сейчас тренд, что нужно... Если у вас собака, которая требует внимания, наймите ей дог-кипера, не совмещайте заботу о питомцах и работе из дома. Требование к изолированному рабочему месту появляется, прям прописанное. Вы не можете выполнять трудовые обязанности, если вы одной рукой суп размешиваете, а другой детей гладите. То есть сейчас именно важно понимать условия, в которых находятся ваши сотрудники. И здесь элемент мотивации может быть подсказать им, как организовать правильно рабочее место. То есть мой вводный вот этот слайд с малышами, это про то, что в тот момент никто не говорил мне, и я не говорила своим сотрудникам, что необходимо организовывать рабочее место отдельно. После этого мы пошли оборудовать балконы или там отдельные квартиры у меня снимали даже люди. Просто чтобы обеспечить нормальные условия труда. Элемент мотивации – подсказать, что ненормально пытаться совмещать и то, и то. Второе. Мы заметили с 2020 по 2021 год, что сначала мы не могли всех загнать домой, все переживали, что сели на удаленку, а теперь ваши люди не могут вернуться в офисы. То есть они не хотят, как правило, если им понравилось на удаленке, тяжелее загнать всех обратно. Это реальный скриншот переписки с моими сотрудниками, когда меня уговаривают, пожалуйста, не возвращай нас в офис, нам отлично и там. А мне нужны планерки, живые глаза. И с этим приходится в обратную работать теперь и говорить, возвращайся пару раз в неделю, гибридный формат, давай назначим конкретный день, когда ты это будешь делать. Работа с мотивацией, не перегнуть, чтобы человек захотел вернуться в офис, выполнил мои требования как руководителя, но в то же время не потерял боевой настрой. Вот, посмотрите, здесь действительно, опять же, скриншоты из нашей переписки. Мы вернулись в офис и поняли, что все разучились работать в open space. Это гам, шум, все друг другу мешают, все забыли, что есть какое-то пространство, которое надо уважать рабочее, все ведут себя, ну, как, я не знаю, как вавилонская башня. Сейчас опять все перестроились, немножко приутихли, но вот эти волны демоционные, я заговариваюсь, могут происходить с вами в любой момент. То есть сотрудники, которые прыгают туда-сюда на гибридном формате, теряют ориентиры и не всегда могут работать эффективно. У них идет в какой-то из моментов спад мотивации, потому что они турбулентны, они в условиях изменений, какой-то, ну, расколбас реально. И вот здесь, вот еще раз подчеркну, если с вами это происходит, как вы можете мотивировать как руководитель или как сотрудник друг друга напомнить о правилах open space, напомнить о том, что вы принимаете изменения, что даете время на перестройку и не ругаете первого там попавшегося сотрудника, который громко кричит на кухне, гибко подходите, понимая, в какой ситуации он находится. То есть мой основной тезис в том, чтобы вы осознавали вот эти возможности, офис-дом-гибрид, как что-то, что можно комбинировать и управлять этим очень аккуратно, не жестко, ну, гибко, с подстройкой под ваших людей. Но, еще раз подчеркну, здесь не про там мягкость и любовь всегда, здесь всегда про эффективность бизнеса. Поэтому вовремя переключить гайки, назначить какой-то день жестко в офисе, всем быть, строго распоряжение, в какой-то момент вернуться. Просто имейте в виду, обращаю ваше внимание. У нас был также опыт, когда мы оказались без важного компьютера, он был только в офисе, один мак, на котором мы делали видеоролики, и наш сотрудник сел там на такси, на велосипед и стал развозить этот единственный мак в помощь своим коллегам. Каждый день он делал рейсы, мы оплачивали ему там такси, и таким образом мы не потеряли эффективность. То есть вам приходится искать сейчас новые возможности, комбинированные, чтобы быть эффективными. То есть вариант плохой, что могло происходить? Александр бы сказал, это руководитель одного из моих отделов, он бы сказал, Марина, извини, мы не можем выпускать ролики в нашу документацию вовремя, у нас нет компьютера, он только один, а мы ушли из офиса, сидим по домам, все, все пропало. Я бы бросилась, конечно, там искать варианты, еще добывать технику, но это требовало времени, и поэтому временным решением было садиться на велосипед. Таких решений в вашей компании очень много, и это действительно требует какой-то креативности от вас, сесть и подумать, а что можно сделать здесь и сейчас. Да, это может быть очень странным, смешным в какой-то мере решение, может быть не всегда всем удобным, но об этих решениях можно и нужно подумать. Есть классическая программа мотивации для офиса, мы про нее всех хорошо помним. Это вот классическая структура, что можно делать с сотрудниками. Вы заботитесь о них, вы устраиваете какие-то рейтинги и признаете их заслуги, вы делали какие-то конкурсы, создавали позитивную атмосферу. И в 2020 году, когда мы сели домой, вот эта программа обнулилась и зачеркнулась. То есть невозможно было это делать, все пытались выжить. Сейчас я хочу вам напомнить, что эта классическая программа возвращается. Она может быть трансформирована и каким-то образом адаптирована под гибридный формат, но она становится снова актуальной. То есть обратите внимание, возвращаем с запыленной полки вот эту мотивационную программу. У вас останется этот слайд, сможете посмотреть. Есть более 100 способов нематериальной мотивации сотрудников, и вот это все сюда накладывается, если будет интересно, расспросите. Вот, смотрите, это новая схема, которую я хочу вам напомнить. Раньше офис, компании делали массажное кресло, предоставляли как там благо, что человек приходит, расслабляется. Оплачивали корпоративное такси, давали премии. Кто-то из более продвинутых открывал спортзал и оплачивали обеды. Сейчас компании стали искать гибрид, варианты совмещения. И, например, предлагают оплачивать обеды сотрудникам, которые работают дома. Если этот сотрудник выполняет ценную функцию, можно ему там доставку еды эту оплачивать. Конечно, зависит от возможности компании. Я не настаиваю, что должен делать так каждый. Но, обратите внимание, я добавила в схему два важных пункта. Первое. Процессы. Если у вас провисла четкость в работе процессы, то какая-то системность. Если у вас теряются, не там хранятся документы, все что угодно, то здесь мотивация у людей теряется. Любой хаос их демотивирует. И важна вторая часть вот этой схемы, без которой все развалится в гибриде и даже дома. Это создавать виртуальную атмосферу. Как только мы перешли в онлайн, мы потеряли там 70% того, что у нас было. Это вот эти невербальные коммуникации, когда мы можем считать по выражению лица человека что-то, увидеть по позе что-то. Мы сидим на фонах, мы сидим с какими-то, я не знаю, масками в зуме. И теряется вот этот эмоциональный контакт. Кто эти люди, как они себя чувствуют. Поэтому создание виртуальной атмосферы – это ключевое, на что нужно сейчас обращать внимание. Это прям вот важно, я хочу подчеркнуть, и буду рассказывать об этом побольше. Сейчас мотивирует сотрудников вот такая пирамида. Я специально ее для вас нарисовала. Первое – это если вы как компания, как руководитель, как персона, как человек стабильны. Если вы выполняете все свои обещания, четко ведете, все по полочкам раскладываете, и вы не попадали эмоционально и финансово как бизнес, это ценится больше всего. Чем много позакрывалось бизнесов, чем много кто поступил с сотрудниками неэтичной, встречалась ситуация, особенно на дистанционке. Прям вот некрасивая история слышим от кандидатов. Поэтому стабильность – это первое, на что обращать внимание, мотивирует это сотрудников. Второе – когда вы платите деньги, и они у вас есть. Третье – команда, с кем я вообще работаю. Он мне там день-два не отвечает. Я ему написала, а он молчит. Он неадекват. Вот когда я работаю с кем-то, кого не чувствую, не знаю, не понимаю, мы куча, а не команда. Разница в том, что кучу можно разделять на много разных других куч, и от этого ничего не поменяется. Это будет просто куча людей. Команду, если вы разделите, если вы что-то с ней совершите, то команда потеряется. Она потеряет сердце, она потеряет дух. И вот важно создавать именно сплоченные команды. Такие вот именно коллективы вытаскивают. Даже когда все плохо, и там с деньгами немножко провисает, или со стабильностью, команда вывозит, вытягивает. Бренд. Бренд компании. Это то, на что сейчас обращают внимание тоже сотрудники, когда выбирают на работу, чтобы идти к вам или не идти. Вообще вы знакомы как компания, у вас есть сайт, там, лендинг, что-то. Кто вы в интернете, кто вы среди конкурентов. И важно, интересные задачи стали мотивировать еще больше, потому что на удаленке или в гибриде сейчас все больше рутины, чтобы выплыть из какого-то, ну вот, из потока того, что мы пытаемся выжить, люди начинают выгорать от того, что они делают все монотонно. И монотонность увеличилась сейчас, мы тоже это замечаем. Поэтому если вы даете интересные задачи проекта, я упомяну об этом в одном из слайдов, то как раз люди зажигаются и начинают с интересом подходить даже потом к монотонным задачам. То есть обратите, пожалуйста, внимание на вот эти тренды и пункты. Это действительно подтвержденные из опыта моменты, которые я рекомендую пересмотреть. Если вы где-то вдруг себя не узнали, там, если у вас что-то провисает, то на 22-й год или даже на конец 21-го важно обратить на это внимание, поставить себе в цели улучшить эти показатели. Итак, подчеркнем, что хорошо, что вообще работа есть, это важно для сотрудников ваших. Хорошо, что вы там платите деньги и платите в конкретную дату. Здорово, если еще какие-то есть премии. И хорошо, что вы даете ощущение нужности и ценности сотруднику. И если хоть один из этих трех компонентов провисает, то все, можно сказать, что у вас будут люди демотивированы. Важно в совокупности все три аспекта. И в этот формат, который мы тоже придумали, когда нам было не очень просто, это формат, когда генеральный руководитель обращается к нам в видеообращение, Сергей рассказывает нам о новостях компании, о том, как и где мы будем работать. Это происходит с улыбкой, начинается со слов «Солнечные мои». И мы очень ждем всегда этих обращений, потому что это живой контакт с руководителем. Вот он из своего дома с нами так общался, раз в неделю публиковал визитку такую, на вот, как вы видите, там, минут на 10-15. И мы были в курсе, что происходит в компании. В чем этот формат хорош сейчас для меня, как руководителя? У меня около 80 сотрудников сейчас. И с каждым созвониться невозможно. Это очень много времени требует. Если мне нужно донести какую-то информацию, очень важную, но не в виде текста или регламента, а чтобы ее приняли и поняли, я записываю визитку и рассказываю, вот так же, как общаюсь сейчас с вами, суть, зачем мне это нужно, почему это важно. Я стараюсь доносить это там с теплом, с улыбкой, с объяснением им. И вы знаете, как круто работает этот формат. Меня благодарят. Ребята смотрят это не на планерке, что нас там заставили, они смотрят это в свободное время, когда они способны переварить эту информацию. И после этого они там задают мне вопросы еще по ходу. Мы что-то обсуждаем, выносим новую визитку. Но это совершенно фантастический формат, когда вы общаетесь между делом, с вашим коллективом. Это неформальные чаты. Посмотрите, пожалуйста. Это реальный чат, прощай, моя кукуха. Мы сделали его с коллегами, для тех, кто сидит дома с детьми. То есть мы, молодые мамы и папы, оказались в условиях, когда нам было очень трудно. Наши дети, как я напомню, измазывали стены краской. Нас няни сели тоже на карантин. И мы там не то чтобы жаловались, но мы искали поддержки. Мы туда скидывали друг другу информацию, чем заниматься с детьми. Мы какой-то... Знаете, есть такое слово трэш, да? Вот туда трэш весь шел. Такой выхлоп эмоциональный мы туда выдавали. И, честно сказать, если бы не этот чат, я бы, наверное, больше грустила. И второй, это чат до сих пор существует. Чат кукухи уже закрылся, потому что мы там в офис вышли частично. А вот Меркурий, просто Меркурий существует до сих пор. Если у вас что-то плохо, то всегда здорово списать это на ретроградный Меркурий, потому что невозможно всегда эмоционально включаться. И мы сделали этот чат, чтобы там тоже шутить. Неформальные чаты — это то, что вы можете создать сами и для ваших сотрудников возглавить вот это вот безумие так, чтобы это было и с юмором, и люди могли эмоционально выплеск туда сделать. Почему это важно? Если такие штуки не делать и ими не управлять, то очень надо понимать, что ваши сотрудники начнут на кухне обсуждать вас, клиентов, и весь негатив выплескивать, который накопился, не в юмор и вот на Меркурий пинать, они начнут больше озлобляться. Это замечено. Нужно давать какой-то контекст, где они могут так себя выражать. Вместе, друг с другом. Я знаю чаты в поддержках, не у нас, а в других компаниях, где у сотрудника даже есть прямая линия, закрытая, куда он может писать любые вещи, там, чуть ли не матом, и это никто не видит, это быстро удаляется потом. То есть он туда выговорился, и все, и все закончилось. И он уже совершенно адекватный человек. Выплески бывают у всех, надо дать им какое-то окно, возможность выражаться. Я про то, чтобы вы управляли неформальной коммуникацией тоже, это помогает тоже мотивировать сотрудников. Мы создали даже телеграм-канал, который содержит шутки. Это топ-менеджеры Битрикс, пишут туда все, что к нам пришло из интернетов. И это тоже способ пошутить, когда не всегда просто происходит у нас что-то. То есть это действительно способ, вот как правильно, спасибо вы подсказываете, вместо того, чтобы обсуждать в офисе у кулера, мы в неформальных чатах шутим, и таким образом один канал трансформировался в другой, а обстановка вот этого коллектива, команды, она остается при этом. То есть меняются средства, а суть сохраняется. Подписывайтесь на телеграм, если у вас будут какие-то шутки, присылайте. Мы надеемся, что он преуспеет этот канал. Но вообще он для нас. Что мы делали? Я подчеркну теперь немножечко более формальную историю. Мы комбинировали коммуникации. Где-то звонок лучше заменить на кофе в офисе, потому что вам нужно видеть глаза человека, вы договариваетесь на время, приезжаете, созваниваетесь, и в одно и то же время пьете кофе. Где-то вы в чате вместо планерки обсуждаете формат, где-то вы делаете... Важно не перегнуть. Когда мы заметили, что созвоны частые демотивируют людей, мы стали уходить в гибрид переписка и звонки, потому что есть компании, которые все время назначают совещание, обсуждают, и ничего потом не происходит. И люди демотивируются от того, что они много говорят и мало видят действий. В чате всегда удобно поговорить, зафиксировать результат, и после этого это никуда не теряется, а уходит в какую-то задачу. И мы, как я уже сказала раньше, комбинируем для атмосферы и для дела вот эти форматы. И подчеркну, на дистанционной работе важно делегировать больше людям, которые хотят развиваться и которых вы хотите сохранить в коллективе. Если вам раньше было страшно дать какую-то задачу человеку, справиться или нет, лучше сам сделаю. Старайтесь сейчас больше отдавать ответственности, смотреть, что получится. Контролируйте. Но таким образом ваши люди становятся более независимыми и растут. На дистанционном формате это особенно актуально. Делегируйте больше, учитесь этому. Поэтому, если вдруг сами не можете, всегда есть какие-то там подсказки, курсы, статьи, вебинары. Смотрите внимание. Вот. Про созвоны вы здесь тоже спрашиваете, про веб-камеры. Я сторонник того, чтобы на созвонах всегда в коллективе были камеры включены. Сразу вот отвечу на ваш вопрос. Это просто вот факт. Здесь можно поговорить о том, что если я не вижу камеры, то как будто вас нету. Можно шутить, можно поговорить, а почему ты не хочешь камеру включать, и окажется, что у него камеры нормальной нету. Вот. Потом девочки привыкают и начинают на эти созвоны даже краситься. Это будет хороший признак для вас, что вы уже убедили. Старайтесь деликатно разговаривать и выводите на живой видеоформат. Ключевой момент для руководителей, для любого лидера команды ощущать себя самого спокойно, критично в состоянии, когда вы в адеквате и в ресурсе. То есть функции руководителя не всех по голове постучать, отдать энергию команде, чтобы они зарядились и работали. То есть вы такой толчок, драйвер. Но если вы не в порядке, команда посыпется и будет еще больше демотивирована. Любое некорректное действие, когда руководитель в неадеквате, выкашивает всю команду, и вы таким образом теряете результаты в бизнесе. Оставаться эффективным. Посмотрите сами на свои привычки, что у вас, где у вас потеря времени, где там вы не про работе TikTok используете, где вы там залипаете в сериалы. Все это транслируется на вашу команду, и вы таким примером не можете своих сотрудников обучать. Посмотрите свои привычки и расскажите, что вы ожидаете и от сотрудников большей отдачи. Научите их на своем примере. Это пример лидерства служения, или он еще называется там коучинговый подход в управлении, когда вы очень аккуратно задаете вопросы сотруднику, спрашиваете про его развитие, не директивно. И таким образом сотрудник становится и более самостоятельный, и более вовлеченный в работу. Крайности, в которые впадают руководители, которых я знаю, их много. Это первое. Все руководители могут верить, что сейчас дистанционная работа все проблемы порешает. Это я уже упоминала. Или все само произойдет, все улучшится, не надо это контролировать. Абсолютная вера, я называю эту крайность. А есть крайность цинизм выручки, когда руководитель считает, что самые важные деньги, прибыль, все остальное лесом, в любом формате справятся, жесткие регламенты все решат, ко всем одинаковые подходы. Вот я считаю, что почему это и назван слайд крайностями, ни то, ни другое не является эффективным. Нужно искать баланс между и левой колонкой, и правой. Понимать, что важна ценность для бизнеса и результат, и в то же время верить в то, что само все не улучшится, вам нужно этим управлять и заниматься. Гибко. Что мы делали, чтобы мотивировать сотрудников вот и в эти переходные периоды, и после? Во-первых, мы объясняли не только про рабочий контекст, всю ситуацию. Мы рассказывали о том, что происходит в целом с экономикой, с миром, с здравоохранением. То есть задача руководителя дать стратегическое видение и понимание всей обстановки. Ваши сотрудники не все способны собрать информацию извне, переварить ее и как-то ее проанализировать. Вы даете ему картинку, тренды и что будет происходить, и он успокаивается, потому что понимает, что есть главный, который заботится и в курсе. Дальше мы описали, что будет происходить с компанией, с отделом, и какие сроки, гарантии могут быть. На хотя бы на горизонт 3 месяца. То есть мы сказали, мы не собираемся закрываться, мы будем наоборот развиваться. Сейчас огромные возможности стать сильнее конкурентов, потому что те, кто сейчас теряют волю, силу, энергию, они останутся за бортом. И мы вот этим оптимизмом вытаскивали очень многое. Ну, и люди не сдувались. Дальше обязательно повысить планку по качеству и результатам работы. То есть те, кто был вальяжен, такой, ну, типа, прокатит работать. Нет, мы зажимаем гайки, потому что, как вы видите, мы сейчас в режиме такого экстремального управления. Я хочу привести пример воздушного шара, когда ваша компания... Вот мы себя так ощущали. У вас есть поток воздуха, вас куда-то несет воздушный шар. Вам нужно выкинуть лишний балласт. И балласт лишний, это в том числе сотрудники, которые до сих пор не осознали, что им тоже надо меняться. Компания меняется, вы как руководитель меняете, но если ваш сотрудник в десятый раз не делает то, что вы требуете, просите и так далее, это балласт в вашем воздушном шаре. Дальше вы подкручиваете там горелку, энергию, еще что-то, но вы не можете рулить этим шаром бесконечно. Есть какой-то воздух, который вас несет. И вот напоминаю про балласт, скидываем весь балласт. Это до просхода, это лишние всякие регламенты, которые усложняют. И это вот все про оптимизацию. Очень важно, мы еще рассказывали про то, как заниматься финансами. То есть многие на вот этот дистанционный формат, когда перешли, они вспомнили, что есть какие-то подушки безопасности, накопления, и в то же время начались какие-то траты разного характера. Мы видим, что люди, некоторые потеряли контроль над деньгами, и я в какой-то момент советовала даже обращаться к финансовому консультанту, чтобы правильно заняться финансами, не остаться без денег, когда это так важно и критично. То есть где есть точки оптимизации, нужно подсказать, не все осознают. Дальше мы сделали новые KPI и более прозрачную отчетность, то есть стали больше визуализировать и контролировать. То есть сократили все ненужное и подчеркнули видимость того, что сейчас происходит, эту отчетность. Четыре пункта, которые важны сотрудникам, это стабильность, команда, безопасность и финансы. Вот про финансы обычно забывают и считают, что это корпоративные финансы, но у ваших сотрудников, которые демотивируются, тоже есть какие-то сбережения, есть зарплаты, которые надо управлять, и, возможно, они там запутались в каких-то кредитах, банально какой-то совет, как разобраться с этим, кому пойти, чтобы решить этот вопрос, решит вашему сотруднику большую проблему. И он будет очень ценить, что именно вы это ему подсказали. То есть здесь очень такая балансировка всегда между заходом на его личную территорию и решением чисто сугубо рабочих задач. Вот сейчас грань стирается. Вы, с одной стороны, еще раз скажу, рассказываете про глобальные, какие-то мировые истории, что происходит вообще с экономикой, с бизнесом в целом. Дальше следующий контур, вы рассказываете о том, что будет с вашей компанией, и немножечко заходите на территорию сотрудника, давая им советы в сферах, которых вы раньше не касались. Очень важно упрощать. И если что-то делается просто ради галочки, как раньше, ради формальности, отчета, красоты для руководителя, избавляемся. Важна скорость, гибкость, только результат. И это почувствуют ваши люди, которые какую-то делали бездарную, бесполезную работу, писали руками отчеты. Можно сказать, все отменяется, делаем по-другому. Это про балласт, опять же. Дальше мы сделали несколько специальных проектов, в том числе «Голос клиента». Это когда мы обрабатывали и продолжаем обрабатывать весь поток обращений, смотреть на тональность клиентов. Мы смотрим, весь фидбэк перерабатываем. И к этим проектам мы подключали специально дополнительно новых людей, которые как раз подвыгорали немножечко от рабочих задач. И в этих проектах они получали новую энергию. Они осваивали что-то новое и чувствовали себя более нужными в компании. То есть, еще раз, возникли несколько спецпроектов, которые мы придумали специально, чтобы люди чувствовали себя больше замотивированными. Это вот ваш был вопрос, я видела в чате. «100 способов нематериальной мотивации». Это один из них. Придумайте то, что вам давно надо было сделать своими руками и подключите к спецпроекту людей. Дальше мы стали наших операторов поддержки учить, в том числе коду, потому что части из них есть мечта перейти в разработку. Они хотят стать программистами, для них клиентская поддержка это один из методов попасть дальше в компании, куда-то выше. И мы сказали, вместо того, чтобы говорить, занимайся только своим делом, открыли спецпроекты по бетону. Где-то мы там... Еще есть по нейронке проект. Но суть в том, что люди поняли, что они могут развиваться, и мы даем им стартовую позицию дальше внутри компании. И ключевое из проектов, что я очень ценю, мы стали собираться с коллегами на митапы, на встречи, где стали обмениваться опытом, как именно нам удается пережить эти времена, что мы делали конкретно, чтобы работать эффективно. То есть руководители стали делиться с руководителями вот этими знаниями. Кроме того, что мы приглашали внешних экспертов, оказалось, что внутри у нас очень много внутренних вот этих специалистов, и этот обмен знаниями запустил совершенно какой-то невероятный процесс. Мы стали ходить на one-to-one, то есть на личные встречи друг к другу, на кофе по Zoom. И несколько своих больших рабочих задач я решила с поддержкой вот после таких проектов. Ко мне пришли коллеги и сказали, слушай, я услышала, что ты занимаешься вот этим, давай вместе. И у нас колоссальные результаты стали именно вот от такой энергии вместе. И я знаю, что мои сотрудники созваниваются иногда просто между собой на пять минут. У меня есть формат кофе-курим. Это когда моя коллега меня набирает, она сидит там с сигаретой на балконе где-то в Беларуси. Я сижу в кофе, и мы с ней за пять минут обмениваемся какими-то интересными новостями. Это light формат, не требующий никаких там постановок, совещаний и так далее. Но эмоционально мы заряжаемся очень сильно. После этого хочется работать дальше. Что нам помогает мотивировать людей? Ну, во-первых, конечно, никуда не выкидывать знания, которые вы накапливаете, начать работать с базой знаний как ценный актив. Это действительно актив вашей компании. Дальше мы используем чаты и встречи, как я уже говорила, для коммуникаций. Мы держим команду в курсе всего. Тут такая интересная вещь, если не управлять новостями и не информировать сотрудников, то происходит очень важная штука. Люди начинают додумывать, они начинают придумывать какие-то мифы в голове, они начинают фантазировать, просто чтобы заполнить пустоту в голове. Поэтому очень важно держать в курсе четко о вашей позиции, что произошло, дайджест какой-то, три-четыре пункта, даже которые, вам кажется, их не касаются. На самом деле вы выработаете привычку, и новости вам будут очень помогать. Информационная вот эта составляющая. И ключевое, на что я хочу обратить внимание, из этого списка, это реестр изменений. Здесь важно понимать, что вам нужно сделать очень много всего в компании, и вы когда-то это там превращаете в задачи, где-то стикеры, где-то откладываете эти изменения, но идей в голове очень много. Вот очень важно сесть, выгрузить из головы весь список того, что вы хотите сделать, в том числе с мотивацией людей. Можно расспросить ваших сотрудников, и нужно расспросить ваших сотрудников, чтобы они поменяли в компании, чтобы быть эффективнее. И после этого этот реестр, важно не сложить куда-то далеко, а важно с ним поработать. Вы смотрите на него и приоритизируете. Вы берете из него сначала только то, что сделать очень быстро, с минимальными затратами, и то, что даст максимальный результат. То есть прямо вы транжируете, какую-то оценку даете по списку, и вытаскиваете из этого реестр и сразу начинаете делать. Вы не представляете, сколько энергии освободится в команде, когда они увидят, что это не просто бумажка с написанными изменениями, а то, что что-то начало работать, пошло в действие. То есть это ваш самый главный инструмент мотивации расспросить, что поменять и сделать то, что вы выбрали по приоритетам. Вот, работает 100%, поверьте. Результаты. Что у нас получилось? В итоге за 2020-2021 год мы полностью пересмотрели уже портрет тех, кого мы берем. Мы сейчас замечаем в поддержку. Мы сейчас замечаем, что качество кандидатов упало. К сожалению, люди приходят совершенно с другими требованиями. Они гораздо выше просят зарплату, но гораздо меньше, чего умеют. И мы поняли, что важно сейчас учить мягким навыкам, софт-скиллам вот этим вот с нуля. То есть это удивительное открытие 2021 года, когда мы понимаем, что дисциплине, например, нам придется учить. Чтобы человек вовремя приходил на работу, придется учить. чтобы человек ответственно делал задачи, придется учить. То есть если мы раньше ждали звезд, которые сами приходили такие, то теперь вынуждено прям вот подтвердить, что мы очень много работаем с психологией, с управленческими вот этими моментами. То есть мы смотрим теперь, умеет ли человек писать, читать и разговаривать, хочет ли вообще изучать что-то. То есть потенциально стремление, а потом все остальное мы берем на себя. И да, я не думаю, что что-то из этого поменяется, потому что мы все понимаем, что есть там система образования, она как-то там работает, не будем там ни критиковать, ни хвалить, но надо признать, что сейчас рынок тоже поменялся. И вот мы с этим, когда мы это признали, портрет кандидата сократился по качествам. Мы понимаем, что мы вкладываем больше времени сейчас на адаптацию, но как только мы это признали, у нас стал опять вот этот стабильный набор, стали оставаться хорошие в компании люди, просто подходы по адаптации поменялись. Дальше мы убрали, упростили все, что можно. Мы очень много подключили нейроны, ботов, технологии в помощь операторам, которые подсказывают, например, вовремя что-то нам. Мы не заменили себя ботами, это невозможно, я в эту историю не верю, но сделать рутину проще возможно. Например, если бот назначает категорию при передаче с одной линией на другую, категорию вопроса, у оператора уходила минута. Если умножить на всех операторов время, которое мы теряли за день, мы высвободили вот одной этой операции, рутинной автоматизации, мы высвободили порядка 40 рабочих часов в месяц, просто на одной операции с нейронкой подружившись. То есть боты в помощь человеку это великая вещь, мы туда идем сейчас. Ну и поменяли финансовую мотивацию, пересмотрели, чтобы базово вот по маслоу пирамиде, чтобы были закрыты базовые потребности, потому что очень многие компании урезали действительно финансовую мотивацию сотрудникам, и это не очень всегда красиво выглядит, если вашим людям нечего есть, они не могут работать хорошо. Итак, в итоге самый главный ключевой результат, который произошел с нами за 20-21 год, мы решили, что не хочется тушить пожары постфактум, а мы сделали совершенно новое подразделение по клиентскому опыту, и теперь мы работаем уже на предсказании каких-то ситуаций, улучшаем опыт клиентов, то есть когда вы сбросите балласт, когда вы будете лететь на вашем воздушном шаре, когда у вас есть команда хорошая, крепкая, замотивированная, могут появляться совершенно новые структуры в организации, которые дают вот этот буст, драйв, рост и изменения, поэтому обратите внимание, даже такой результат возможен, если вот действовать так, как я вам рассказала, и я очень горжусь этим результатом, я хочу вам дать несколько таких вот советов, и первое из них это план очень важен, и если у вас его сейчас нету, напишите там один-два пункта хотя бы, это будет уже достаточно хороший план, потому что у вас до этого не было никакого, придумайте метрику, как вы измеряете мотивацию, это может быть опрос сотрудников по различным там методикам, но самое банальное это и НПС методика, насколько там вы довольны работой в компании, индекс, замер до, замер после, раз в три месяца сделаете, и вы увидите стартовую метрику, анонимно только замеряете, чтобы они честно ответили, и через три месяца, когда вы пройдете какие-то изменения, посмотрите, что произошло, вы удивитесь, насколько много интересного вы узнаете, только оставьте отдельное поле свободное для ваших предложений, что вы советуете улучшить в компании, и опять же, анонимно, чтобы честно писали, и вот это, то, что туда напишут люди, можно писать в реестры изменений. Ну и потом обязательно вдохновляйте команду, это важно, без этого никак. Итак, очень важно меняться и успевать меняться, многие офлайн-инструменты применимы сейчас для любых форматов, и очень много возможностей есть для этого, но я хочу вам сказать, что то, что вы делаете, вы делаете впервые, хочется вас поддержать, потому что управленческое одиночество неизбежно. Сейчас я хочу поделиться контактами, вдохновить вас, что успех это движение от неудачи к неудаче, без потери энтузиазма, и я всегда здесь очень на такой немножко грустной ноте говорю, потому что каждый, кто меняет компанию, делает это впервые, его очень мало кто поддерживает, и это нормально. В определенный момент просто вспомните мои слова, что вы не одни, и что у вас обязательно получится. Ну а если у вас будут вопросы, вот есть мои контакты профессиональные, есть канал про клиентский сервис и мотивацию, есть инстаграм, фейсбук, давайте общаться, я буду рада отвечать на ваши вопросы, спасибо, что слушали внимательно. Так, я в этот момент появлюсь немного, друзья, если есть вопрос, мы еще успеем задать его Марине, тут есть пара вопросов в чате, которые я хотел вытащить, вопрос из последних по обучению, риск ли учить, много ли ресурсов на это тратит, стоит ли учить вообще, и может быть, как оптимизировать процесс, приходит к тебе человек, и получается, тебе нужно софт-скиллом его учить с нуля, приходить на работу, не знаю, делать задачи, быть вежливым, ставить там запятые после слов каких-то, вообще идти в обучение, может, какой-то лайфхак с обучением есть. Вы знаете, можно сделать какой-то, какой-то очень простой курс из того, что вы говорили много раз, завернуть это в простой вебинар, который будете давать вашим сотрудникам, то есть, немножечко можно оптимизировать, но обязательно учить друзья, потому что вот это обучение, оно дает потом эффект того, что вы получаете хорошего коллегу и члена команды, а не кучи. Есть старая шутка про двух руководителей, которые спорят про обучение, один второго спрашивает, зачем я буду их учить, они же научатся, уйдут, второй говорит, я боюсь, что они не научатся и останутся, поэтому учить нужно, там, в общем, доказано все это. Спасибо, что ты как раз подчеркнул, друзья, вот это обучение еще важно, ты мне напомнил важную вещь, если вы учите, вы еще вовремя поймете, что кто-то не ваш, потому что он учиться не хочет и брать эту информацию. Вторая задача руководителя вовремя понять, что кого-то учить не надо, делайте это за ближайшую там неделю старта, не тяните весь испытательный срок, вы быстро осознаете, кого на самом деле отсеять, потому что столько вкладываться, это очень затратно для компании, поэтому первая часть, учим хороших потенциальных и выкидываем с нашего воздушного шара балласт, который проявил себя очень быстро. Ты прям ко второму вопросу, который я хотел задать, аккуратно подвела, мы не договаривались. Второй вопрос, как понять, что человек не справляется. Там есть разные ситуации, вот в чате тоже был вопрос, что был сотрудник, ну или есть сотрудник, который раньше был очень крутым, классным, его ценят, а сейчас как-то он, не знаю, потерял мотивацию, не горит, не делает то, что нужно. Как отловить этот момент и все-таки что с ним делать? Расставаться, прощаться, сбрасывать его со скалы или что-то можно с ним придумать? Или нужно? Можно и нужно придумать. Первый маркер, что у вас что-то не так, это сотрудник ведет себя иначе, чем раньше. Он был активный, горячий, а потом замолчал и пассивно реагирует. Он меньше улыбается на планерках, стал задерживать задачи. Вот на этих ранних стадиях нужно ловить чутко ситуацию и сразу идти разговаривать с ним, не дожидаться, когда он совсем выгорел. То есть, постройте, пожалуйста, у себя в голове систему наблюдения, постоянного такого мониторинга, ок, не ок, просто наблюдайте, это лучший способ понять. И вы сами интуитивно все увидите, вы будете это знать. И дальше следующий шаг, подойти и вовремя поговорить. Для этого, ну, я упростила внутри своей команды ситуацию, я сказала, что раз в неделю обязательно со мной встреча. Вы можете прийти и просто кофе со мной попить, но это назначенное время, когда я полностью уделяю время, час вам. И ребята сначала, ну, не все согласились, потом стали приходить, и мне сегодня вот буквально созвон до нашего вебинара, и сотрудник говорит, слушай, ну, я тебе все в отчете написал, все в задаче, вот пост, я все отчитался, все нормально. И говорит, слушай, как у тебя дела? Как там у тебя люди адаптируются? Все ли хорошо? И пошла дискуссия, он мне рассказал много интересного, он загорелся. То есть вам не обязательно делать это как рабочим совещанием. но вы считаете на таких личных встречах, как он себя чувствует, и тогда поймете, кого выкинуть, а кого оставить. Там все понятно будет тоже. Но если вы работаете уже в команде, выкидывать, ну, я уже против таких методов, на самом деле слово-то нехорошее, я про него шучу больше, а вот если человек системно не приходит, не делает задачи, ведет себя совершенно неправильно, тут интересный момент я встречаю. Вы уже знаете, что его надо уволить, но вам нужно внешнее подтверждение. Вот буквально на прошлой неделе две ситуации таких было с моими коллегами. Они приходят и говорят, слушай, вы там столько косяков, о чем мне делать? Я говорю, а тебе нужен ответ? Или ты и так все знаешь? Он говорит, ну, я знаю ответ, я тебя благословляю, удача. И было огромное счастье у человека, что ему разрешили уволить. Так вот, если вы знаете, что человека надо уволить, я разрешаю вам это сделать прямо сегодня, не сомневаться в себе, потому что у вас все ответы в голове уже есть. На моем опыте очень откликается, если у тебя есть ощущение, или ты сидишь и думаешь, надо ли увольнять человека, то чаще всего ответ «да». Просто тебе нужно смириться как-то и, может быть, помочь себе. Вот тут Оксана написала волшебную фразу управленческую «учить, лечить, мочить». Это я чуть-чуть поясню, что сотрудника сначала нужно научить, если он что-то делает, не умеет делать. Во второй раз нужно его помочь, а в третий раз, если он совершает ту же самую ошибку, все-таки, наверное, нужно расставаться. Есть вопрос, у тебя 80 человек в подчинении, как со всеми поговорить? Хороший вопрос. Я руковожу напрямую всего пятью сейчас сотрудниками. Мы создали матричную структуру, когда они уже руководят командами и остальными сотрудниками. То есть я сделала систему, где мне не надо бегать за каждым из 80, это просто физически невозможно. Вы можете управлять там от 7 до 10, и то 10 уже много напрямую. Поэтому моя структура – это мотивировать пятерых ключевых, а они идут уже, дают, заряжают энергии всех остальных. Марина, спасибо огромное. Большое от всех участников «Видел в чате», от меня лично огромное за эмоцию, за рекомендации. Мы поделимся презентацией, поделимся записью. Спасибо, друзья. До свидания. До новых встреч. Хорошо. Друзья, мы движемся дальше. Видел вопрос от Игоря. Как же контролировать? У нас, я говорил, вебинар из двух частей. Я во второй части поговорю про инструментарную часть. У меня доклад называется «Цифровая платформа». Я поговорю про Bittrex 24 и про инструменты контроля. И я разбил даже на несколько категорий сотрудников, что, в принципе, можно контролировать. Попробую выдать рекомендации от себя. Ну и с вами попробуем немножко поговорить. Значит, давайте к инструментарию. Мы говорим про удаленную работу или гибридную работу. Но мы теперь вряд ли будем разделять, вряд ли будут компании, которые 100% времени проводят в офлайне. Что-то нам придется сочетать у станков за производством. Конечно, придется стоять, пока роботы и конвейер не заменят. Рутинную работу, рутинные операции. Но большую часть операций, которую мы проводим в плане менеджмента, работы с клиентами, можно уже заменить, и нам приходится заменять или сочетать. Мы поговорим про коммуникацию, про эффективность команды, немножко про делегирование, если у нас останется кусочек времени. Итак, у меня есть такой тезис про виртуальный офис, что раньше или сейчас в текущем режиме у нас есть офис живой, физический, в который мы ходим, и мы там обустраивали такое пространство. Мы делали кофе-зону или какую-то зону, где можно поговорить вместе. Не знаю, ставили стол, диванчики. Люди могли взять по чашке кофе, поболтать друг с другом или обсудить какой-то вопрос. Переговорки у нас есть для рабочих вопросов. То есть мы делали так, чтобы людям было комфортно в этом пространстве находиться, лучше общаться, комфортно общаться, и специально обустраивали вот такую и атмосферу, и условия для коммуникации. И по сути сейчас нам нужно продублировать то же самое в виртуальном офисе. Почему? Потому что часть работы перетекла в удаленный режим. Либо часть в неделю работы, либо часть сотрудников в принципе перетекли в удаленный режим. И мы говорим, что мы теперь должны в виртуальном пространстве воссоздать все эти элементы по сути, чтобы видеть людей, чтобы уметь общаться, сделать им удобную переговорку или поставить им в расписание те слоты, когда они должны поговорить друг с другом. Ну давайте, что это за инструменты по сути такие? Инструменты достаточно простые, я по ним пробегусь, будет понятно. Это общий слайд с Bittrex24. Здесь, правда, много инструментов показано. Я, наверное, отмечу здесь, что Bittrex24 система комплексная, которая охватывает и коммуникацию внутри, и работу по задачам и планам, и коммуникацию со своими клиентами, то есть CRM-системой. Мы на всем сегодня останавливаться не будем, пробежимся по ключевым моментам, которые важны для взаимодействия внутри команды. Итак, первая история – это структура. Что такое структура компании? Ну, понятно, вот на слайде она нарисована. Зачем она нужна? Если мы с вами, ну, давно работали, до пандемии еще все вместе, компания не очень большая, мы все знаем друг друга, примерно все представляем. Но если к нам в команду приходит новый человек, вот уже в тех условиях, когда он может работать из другого города, мы взяли удаленного сотрудника, то ему очень важно понимать, что за компания, как она распределена, кто в какой, в этой компании за что отвечает. И вот такой беглый взгляд просто на визуальную структуру. Смотрите, нас там 20 человек, нас там 70 человек. Вот как мы распределены, вот какие отделы у нас есть, кто руководитель отделов, кто сотрудник. И, пожалуйста, это можно достаточно легко понять, это важно. Второй момент. Мы со своим очень большим бэкграундом в социальных сетях сейчас очень привыкли, что мы личность внутри социальной сети, ну, или социальной группы какой-то. Работа, ну, наша компания, это тоже социальная группа, в которой мы просто делаем рабочие задачи, а не личные вопросы решаем. И мы хотим быть представлены там тоже лично. Вот это профиль, фактически, да, внутри BITREX24, профиль сотрудника, где есть его фотография, важно понимать, кто перед тобой, важно считать и понять, как общаться лучше. Есть какие-то ключевые данные, контактные, например, а есть внизу блок такой, написан обо мне. Не знаю, насколько хорошо видно, но если вы внутри BITREX24 заглядывали, то понимаете, что он есть, и там человек может написать про себя. Обычно это делают, знаете, таким постом, я пришел в компанию, говорят, здравствуйте, друзья, я ниша, вот мой бэкграунд, вот чем я могу помочь, вот что я собираюсь сделать, там, открыт для вопросов или наоборот, там, не трогайте меня, пожалуйста, значит, только в отчетный период доступен по почте, остальные контакты не брать и не кантовать. Вот здесь можно написать что-то про себя, например, про свое увлечение. Я увлекаюсь, не знаю, не вижу чем здесь, катаюсь на лодках, хожу в походы, играю в настольный теннис, все что угодно. Это тот момент, который создает, ну, связь. Если мы не можем поговорить за кофе и выяснить, что я на самом деле открыл для себя, там, сноуборд, общих интересов я не найду со своими коллегами. А здесь я почитал, посмотрел, ох, человек увлекается фотографией, класс, мне есть о чем поговорить, я в следующий раз скажу, а вот у меня там есть объектив, оторвал, классный, не пробовал ли снимать на там полтинник фикс, мне очень нравится. Важная часть, профиль сотрудников. Идем дальше. Время и календари. Думаю, что мы на удаленке к этому очень привыкли, тут пояснять не буду, внутри BITREX24 есть календарь, есть синхронизация с разными девайсами, то есть календарь у вас и на мобильном телефоне тот же самый, синхронизируются, все даты одинаковые, есть распределение по переговоркам, удобно назначать общие встречи, они ставятся, видна загрузка всех. К этому инструменту все привыкли, без него уже никак не получается. Все понятно. Теперь документы. Мы с вами вынуждены, как вынуждены, должны, вынуждены и должны иметь доступ к разным материалам из любой точки. Оказались мы в офисе, оказались мы дома, принципиальной разницы для нас уже не должно быть. Мы должны иметь возможность открыть нужный документ, рабочий документ, находясь где угодно, через интернет. Вот фактически в портале внутри BITREX24 есть диск, который делится на общий диск, доступен всей компании. Диск рабочей группы или отдела, там документы, которые нужны в работе конкретного отдела, и мой личный диск. Очень активно мы лично все им пользуемся. Ну, я думаю, что тоже к облачным технологиям, синхронизации данных между компьютером, ноутбуком и облаком все привыкли и понимают его необходимость. Наверное, тоже разжевывать здесь нет смысла никакого. Теперь еще один момент. Когда мы начинаем большое количество информации загружать в корпоративный портал, очень важен становится поиск по этой информации, потому что много всего и постоянно нужно что-нибудь где-то найти, вытащить по какому-нибудь словосочетанию, не знаю, по формулировке в договоре или по формулировке в обсуждении. Пожалуйста, сквозной поиск по порталу, вы начинаете набирать какое-то слово, он показывает вам, не знаю, пункт, меню или человека. Если нужно найти человека, начинаете набирать фамилию, пожалуйста, вот вам человек. Или там пост, задачу, которую вы ставили в процессе. Достаточно легко искать, очень, если вы не добирались, то вот прямо в верхней строчке рекомендую очень простой доступ. Про рабочие группы, наверное, скажу отдельно и для спецпроектов, и для обычных проектов, которые у вас были, и регулярные проекты, и для отделов очень по-разному используются группы. Чаще всего в компании каждый отдел делает себе группу. Отдел маркетинга создал такую рабочую группу, в которой обсуждаются вопросы, касающиеся маркетинга. Производство, юристы, все кто угодно. Когда у вас возникает общий проект, когда нужны разные сотрудники из разных отделов, у вас создается рабочая группа общая, и туда входят разные участники. С этим все понятно. Значит, остановлюсь на больших плюсах этого формата работы. Когда у вас приходит новый человек в проект, обычно погружение человека в проект происходит следующим образом. Если у вас такое аккумулированное знание не сохранено в отдельной группе, мы закрепляем его за каким-то своим коллегой, и говорим, если есть вопросы, вот, пожалуйста, смотри. Или есть описание проекта в документе, вот, пожалуйста, посмотри там. Но истории, как принималось решение, что обсуждали, какие моменты вынесли на общее обсуждение, про какие не говорили, очень сложно понять. В случае с рабочей группой вы просто добавляете в рабочую группу нового человека, и он за полдня успевает посмотреть, что с группой или с этим проектом происходило за последние, там, полгода, год или дальше. То есть погружение в проект происходит намного быстрее. Это первый момент. И второй момент, но не по важности. В этой группе сохраняется информация, сохраняется тот опыт, который вы приобрели за время проекта, за время работы компаний, там, опыт маркетинговой, например, работы, или за время какого-то конкретного проекта. Это очень ценная штука, потому что этот опыт потом ниоткуда не достать. Если команда у вас разошлась, вдруг так получилось, или ключевой сотрудник ушел из вашей компании, у вас остается та ценность, которую сотрудник привнес за время работы. В противном случае это классная история, классная строчка в резюме человека, который от вас ушел, а в компании ничего не осталось. Про рабочие отчеты скажу. Я не знаю, скажите, пожалуйста, друзья, те, кто работает внутри Bittrex24, кто пользуется, пользуетесь ли вы рабочими отчетами? Там вот плюс-минус мне в комментарии можно просто бросить, я посмотрю сейчас. Минус, минус, ух. Давайте я попробую вас немножко поубеждать. А, рабочие отчеты, это одна из очень простых, но в то же время суперэффективных историй внутри Bittrex24. Что это такое и зачем это нужно? Это всплывающее окно, которое в определенный период времени, например, раз в неделю или раз в месяц, в тот период, который вы задаете для конкретной группы сотрудников или сотрудников, всплывающим окном возникает и говорит, расскажи, пожалуйста, чем ты занимался в предыдущий период времени и что ты планируешь на следующий. Давайте допустим, что мы идем неделями, и у нас еженедельный такой отчет получается. И вот, первый эффект от этого отчета. Руководитель всегда знает, что может, что, вернее, делал сотрудник на прошлой неделе и что он собирается делать на этой. Если нужно такой обзор представить, обзор работы сотрудника, то делается это очень просто. Открываются рабочие отчеты, и вот смотрите, чем занимался человек. Туда попадают и задачи, которые человек решал, и то, что он не записал в систему, например, он с кем-то договаривался или обсуждал какой-то момент, подготовили новый проект, что-то еще придумали. Это все текстом вносится в отчет дополнительно. Это первый эффект. Руководитель в курсе, чем занимался сотрудник. Ну и на вопрос, что делает у тебя Сергей или Ирина, пожалуйста, вы достаточно быстро можете достать ответ. Второй очень большой плюс – это приучает к планированию. Вообще, если человек не планирует свои события или действия на следующий период времени, то занимается он рутиной. Вот все, что на него навалилось, все, что к нему прилетело, он это переваривает. А ключевые задачи, которые он должен бы выполнять и цели, к которым он должен бы идти, очень часто задвигаются, потому что рутины всегда много, а цели, про них нужно помнить и нужно четко планировать такие действия. Поэтому это планирование на следующую неделю. Я отчитался за предыдущую, запланировал на следующую. Это классный инструмент, который учит планировать постоянно двигаться к цели. Я настоятельно рекомендую, друзья, посмотрите, включается очень просто, использовать тоже очень просто. Интерфейс там предельно простой, но пользы от него есть много. Про бизнес-процессы я упомяну немножко, но адресую вас коллегам, которые в чате сегодня вам помогают. Вообще, внутри Bitrix24 есть огромное количество инструментов для автоматизации. Есть смарт-процессы, есть бизнес-процессы, есть разная-разная автоматизация, которая позволяет облегчить функции. Прохождение документа, например, или прохождение какого-то процесса внутри компании. Подача заявки, согласования, отчетности, все что угодно. И это очень большая точка роста, когда мы автоматизируем процесс, убираем рутину с наших сотрудников и позволяем им заниматься более важными задачами, для которых их компетенция подходит. А рутину, которую могут сделать там роботы, боты, кто угодно, пожалуйста, перекладываем на них. Коллеги здесь подскажут лучше меня, там есть очень большая вариабельность таких процессов, что можно в каждой компании сделать и большую пользу принести. Я просто направление укажу. Автоматизация – очень классная история, в особенности на удаленке. Когда у нас нет возможности бегать по кабинетам с бумажкой, подписывать что-нибудь, пожалуйста, это делает процесс за вас аккуратно, точно, хорошо, ничего не забывая. Мы несколько раз сегодня поднимали вопрос обучения. Нужно учить, не нужно учить, как это делать. Ну и очень, наверное, правильный инструмент, который я рекомендую использовать – это база знаний. Во-первых, база знаний может работать на сохранение опыта. Я про него уже сказал. Пожалуйста, ключевые вещи, не знаю, как делать таргетированную рекламу по нашей отрасли. Раз – и выбрали. Какие креативы работают – раз – выбрали. Это вот с точки зрения маркетинга. С точки зрения, не знаю, проектирования. Какие дома лучше проектировать, из каких материалов. Какие материалы классные, какие лучше не использовать. Какие там у заказчиков держатся долго, по каким есть нарекания, риски, что нам нужно посмотреть. Ну и так, по каждому срезу внутри компании мы можем сделать такую базу знаний. Это вот сохранение опыта аккумуляции. Второй момент мы говорили про это – это онбординг, ну или обучение. По сути, мы можем брать нового сотрудника и говорить, смотри, ты добавился, и вот мы для тебя создали базу знаний внутри нашей компании. Мы добавили тебя в портал, и вот тебе там пара недель, мы даем тебе, не пара недель, пара дней, для того, чтобы почитать ключевые вещи. Что такое ключевые вещи? Что делает наша компания? Описание продуктов, отстройка нашей компании, конкурентные преимущества, там, уникальное торговое предложение. Как мы разговариваем с клиентами? Это вот внешняя часть, наши продуктовые, там, услуги, то, что мы транслируем вовне. Что у нас происходит внутри? Какая мы компания? Мы общаемся на «ты», у нас есть дресс-код, когда можно выходить там в офис, когда удаленно, кому можно обратиться на «ты» или на «вы», все что угодно. И мы делаем такой курс учебный, это делается один раз, мы его периодически поддерживаем, когда информация вводная меняется, и это как раз достаточно простой способ для того, чтобы показать человеку, смотри, пройди вот эти материалы, посмотри, как учиться или как там поддерживать нашу систему внутреннюю, как работать с каким-то внешним сервисом, пожалуйста, это все мы собрали, инструкции, человек почитал, посмотрел, и потом мы можем его уже тестировать или делать какой-то срез знаний. Но это, первое, аккумулировать знания, и второе, достаточно быстро позволяет учить, не каждый раз уделяя на нового человека много времени. Про коммуникации. Коммуникации внутри Bittrex24 разные, и у нас они разные, и здесь, как правильно говорила Марина, очень важно развести коммуникации. Внутри платформы есть чат, он есть на десктопном компьютере, есть на мобильном телефоне, мы можем им пользоваться. К чату все привыкли, даже голосовые сообщения там есть, споры, конечно, есть по поводу голосовых сообщений. Давайте попробуем маленький холивар. Используйте в работе голосовые или не используйте. Вот так, плюс-минус. Знаю, что мнения полярные, да, вижу, что есть кейсы, есть, что никогда. Значит, смотрите, мы все по-разному к этому относимся, поэтому очень важно договариваться. То, что технологическая возможность с мобильного телефона отправить голосовое сообщение есть, есть, да. Кому-то это окей. И есть там два человека, которые друг с другом обмениваются голосовыми, и все нормально. Есть люди, которым, если присылаешь голосовое, то первое, ну, нужно видеть их гримасу, они никогда и слушать не будут, и прям заявляют. Ребята, присылайте мне голосовые сообщения, это удобно, я их все равно никогда не слушаю. Значит, нужно договориться между собой. Либо на уровне компании, если у вас там компания небольшая, все сели и решили, что мы, допустим, используем или не используем. Либо на уровне сотрудник-сотрудник, что мне можно писать голосовые сообщения, я окей. Значит, а мне нельзя, мне, пожалуйста, не пиши. Это вот по типам коммуникации, по типам сообщений. Теперь смотрите, есть чаты. С чатами, наверное, история какая? Это быстрое решение, быстрая переписка, когда мы донесли информацию, и активного обсуждения в чате, например, не предполагается. Потому что если мы в чате, там 2, 5, 7 человек, и мы начинаем обсуждать какой-то вопрос, и такого консенсуса сразу нет, что все сказали, да, окей, нормальный вариант. Если обсуждение заходит в дебаты, то в чате это делать крайне неудобно, потому что большая история переписки, кто на что ответил, теряются такие ветки. Поэтому мы говорим, ребята, если это обсуждение условно, то мы выносим это в пост. У нас есть живая лента, где есть новости, а можно адресовать нескольким участникам эту информацию и обсудить внутри с комментариями. Иногда это удобнее. Если же там жаркая дискуссия, жаркие дебаты, мы говорим, ребята, есть видеозвонки, видеоконференция, мы к этой видеоконференции подключаемся, запланировали встречу и поговорили. Вот здесь важно развести эти форматы. Есть место для чатов, быстрая информация, есть место для задачи. Если я хочу, чтобы ты что-то сделал, тогда, пожалуйста, не пиши это мне в чате, поставь мне задачу, я буду работать в таск-трекере с этими данными. Если что-то мы хотим обсудить, возможно, это живая лента, пост или это видеоконференция, быстрая встреча, созвон, точно так же не каждый раз мы собираем встречу с видеоконференцией с большим количеством участников. Есть хорошее ментальное упражнение, посчитай стоимость встречи. Примерно прикидывая, сколько стоит каждый сотрудник, умножая на час времени, вот получается, что очень часто вопрос, который мы обсуждаем на встрече, дешевле, чем время людей, которые собрались поговорить про это. Помним про это, конечно. Ну и видеосообщение. Про видеосообщение один на один или командное я уже сказал, и Марина упоминала, что есть формат видеообращения, когда руководитель компании или руководитель подразделения записывает видеообращение в условиях удаленки, гибридной работы для того, чтобы связь эмоциональную поддерживать. Очень классно работает, рекомендую, если у вас есть отдел из многих человек, особенно если у вас в подчинении людей больше, чем вы непосредственно общаетесь, больше 10 человек, записывайте такие сообщения, это очень хорошо передает эмоцию, в особенности, если вы человек публичный, готовый говорить, готовый эмоционально заряжать свою команду, очень классно работает, прям очень рекомендую. Теперь про новые ритуалы и правила. Опять же, Марина говорила про перенос части коммуникации в другой канал. Раньше мы пили кофе вместе, теперь мы в чате друг с другом шутим, в специальном чате, чтобы не засорять рабочие информации. Значит, про утреннюю планерку и про регулярные встречи вообще. То же Марина сказала, мы с ней параллельно готовились, но вот в одном примерно русле находимся. Утренние планерки либо ежедневные, либо еженедельные, то, что регулярно должно происходить. Это системная работа, наверное, и в офисе у вас так было, и точно этот ритм, режим нужно сохранить и в удаленном формате, иногда даже чаще, потому что общения меньше. Второе, беседы с ключевыми сотрудниками. Когда мы думаем об этом, вот я тоже со своей стороны скажу, ну, примерно тот же смысл. Когда мы думаем об этом вначале, не очень понятно, о чем говорить. Но я прям очень тоже настоятельно рекомендую поставить в календарь такие встречи. Это может быть не час, это может быть полчаса синхронизации, но вы приучаетесь выходить в эфир каждую неделю, каждые две недели и разговаривать с человеком. Обычно эта коммуникация приносит новые инсайты, новую информацию, ты достаешь из человека и просто считываешь эмоциональное состояние. Мы говорили, как не выгореть или как понять, что человек там сдулся, выгорел, потерял мотивацию. Вот на таких регулярных синках, когда вы видите другого человека с другой стороны камеры и хотя бы понимаете, как он говорит, что он думает, какие слова он использует, потух он, погас или там есть еще огонек, нужно немножко его подраскрутить. 5 o'clock tea у нас была такая традиция, мы собирались не про работу, вот отдел, не знаю, тащил котов, брал чай, кофе и просто разговаривал. Вот в период дефицита, когда мы были-были в офисе, потом резко все убежали, тут, смотрите, уже как вариант можно использовать, в особенности для новых сотрудников, собираешь отдел и общаешься, доносишь свою энергетику, считываешь людей. Про формулировки отдельно скажу, это даже такая не ритуала ближе к правилам, текстовые формулировки воспринимаются жестче. Есть даже волшебные исследования о том, что точка в конце предложения – это агрессия. Бумеры, зумеры, все по-разному к этому относятся, но есть некоторый нюанс, когда вы пишете, то лучше писать мягче, чем вы говорите, потому что в вашем голосе есть интонация, есть окраска эмоциональная, и можно подумать, что, а, это слово в шутку, а написанное слово трактуется намного жестче, поэтому здесь будьте аккуратнее, пожалуйста. Так, вижу, Сергей, вопрос про документы и ЭЦП. Давайте попробую ответить. Значит, чаще всего во внутренней переписке и во внутреннем документе обороте ЭЦП не требуется внутри компании, это вот мы много раз общались. Я видел несколько клиентских запросов к партнерам, когда ЭЦП требовалось, и партнеры умеют так интегрировать, если это критичное требование, то по умолчанию в функционале ЭЦП нет, но можно поговорить с партнерами, если это критично, правда, критично, то есть если это юридически значимый документ оборот, то можно сделать так, настроить, это не облачный формат, это коробочный, но здесь коллеги помогут с советами, можно с ними переговорить. Так, двигаемся далее, про эффективность команды. Я обещал вам поговорить немножко про то, как контролировать и какие показатели смотреть у разных типов сотрудников. Давайте начнем с самого простого, как оценивать продавца. Вот здесь буду обратную связь с вас собирать. Скажите, пожалуйста, какие KPI выставлять продавцу, как его оценивать? Продавец молодец или не молодец? Можно прямо в чат мне бросать. Мы сейчас достаточно быстро подвигаемся по этому моменту. Так, видимо, много пишите KPI у продавца. Значит, средний чек, вижу вариант. Количество реальных продаж, я так понимаю, что либо в штуках, либо в деньгах. Чаще всего продавца в деньгах меряют. Давайте я выведу слайд, который есть у меня и немножко покомментирую его. Понятно, что продавца, у него самый простой вроде бы KPI, деньги, которые пришли в компанию от его клиентов. Мы видим и понимаем, продавец молодец или не молодец, сколько он объем делает. Но, конечно, этого недостаточно. И вы совершенно верно пишите, что нужно и промежуточные активности точно так же у него отслеживать и смотреть, сколько их. Для чего это делается? Промежуточные активности, звонки, встречи, количество выставленных счетов или количество отправленных KPI, количество компаний в работе у него необходимо для того, чтобы вы имели возможность влиять на результаты этого человека, этого продавца. Если вы ориентируетесь только на выручку, то вы получаете либо выполненный план продаж, либо невыполненный. На сколько это процентов. И в процессе на эти показатели не влияете и заранее не узнаете, человек в месяц сделает нужное количество денег или не сделает. Поэтому, конечно, мы это разбиваем на более детальные показатели и контролируем их в том числе. Мы контролируем конверсии. Мы контролируем конверсии из одной стадии воронки в другую по разным отделам, по разным направлениям, по менеджеру в том числе. Имеем возможность сравнить конверсию менеджера относительно среднего в отделе. Он выше среднего, примерно так, как все остальные, или ниже его нужно немножко подтянуть. Вопрос, какой именно продавец. Ну, товаров, услуг я сейчас достаточно в общем, без особенной конкретики. Значит, ну и качество работы, конечно, мы у продавца тоже смотрим. Нам важно не только, сколько он денег принес, но и не угрожал ли он семье нашего заказчика, чтобы тот оплатил счет. Я сейчас шучу очень, да, но тем не менее. Как он общается, какой стиль коммуникации, какие аргументы у него есть, какая скорость реакции. Возможно, у него не очень с планом продаж и с конверсией, потому что он достаточно медленно реагирует на запросы. Если стандарт водоросли ответит на письмо в течение этого дня, а он отвечает через три дня, возможно, на этом этапе он теряет клиентов. Поэтому мы и качество работы, и скорость работы, и брошенных клиентов точно так же контролируем. Все это можно сделать внутри CRM-системы. Там есть специальные детализированные отчеты, которые показывают и скорость, и срезы, и по деньгам, и по количествам действий, и по много-много всему. Но вот мы детализируем так продавца. Хорошо. Вообще CRM большой модуль, мы сегодня особенными не касаемся, и он один из самых простых по аналитике и по контролю. Значит, здесь нормально. Был, видел вопрос в чате про удаленный отдел продаж. Да, удаленный отдел продаж совершенно возможно построить, абсолютно точно, но его нужно четко считать сразу же. То есть люди, которые просто ушли по домам и будут продавать, и вы не знаете, как там, что происходит, нет, такой отдел продаж вы не контролируете, не управляете, ну и, скорее всего, потеряете в ближайшее время. Теперь, как оценить людей, которые находятся на поддержке? Ну, давайте без холиваров, комментариев, не буду сейчас спрашивать. Поддержка оценивается тоже по совершенно понятным критериям. Вы можете сказать, самый критичный показатель для меня – это скорость ответа. И у вас будет среднее время ответа показателем, KPI для того, чтобы вы оценивали, хорошо поддержка работает или нет. Вы можете пойти с другой стороны и сказать, что для меня критично, чтобы поддержка отвечала максимально понятно, полезно, и клиент максимально довольный выходил. Тогда это оценка удовлетворенности, удовлетворенность клиента, и вот этот показатель будет ключевой. Но, скорее всего, вы и того, и другого захотите, поэтому вы выставляете и скорость ответа, и удовлетворенность клиента, и количество обработанных заявок. Все очень зависит от вас. Тоже достаточно просто внутри BITREX24 это определяется. Там собираем мы разные каналы, и чат, и почту, и телефон, много-много всего. И можем смотреть общую нагрузку на нас, сколько мы обрабатываем, какую оценку ставят нам наши клиенты за обработку, какая у нас скорость. Ну, и влиять на разные показатели, потому что аналитика у нас уже такая есть. Так, есть вопрос про BITREX и управление складом. Давайте я попробую ответить на этот вопрос в самом конце. У меня есть последний слайд, на котором есть такой затравочка небольшая. Так, ну вот это тот же самый скрин, только чуть пониже. Вот среднее время ответа, там, одна минута, например, в какой день, в какое время поступают обращения, динамика. Тут вы можете регулировать уже. Так, теперь есть такой сотрудник, которого я, в общем, назвал офисолог. Значит, есть поддержка, там, это люди, которые отвечают на вопросы клиентов. Есть продавцы, которые продают наши товары и услуги, а есть офисолог. Это человек, у которого в задачах есть решение задач. Это может быть маркетинг, это может быть юридический отдел, это может быть еще кто-то, кто регулярно выполняет какие-то задачи, поставленные руководителем или самому себе. Вот один из самых сложных ответов, как оценивать такого человека. Есть несколько вариантов, которые мы накидывали командой, которыми там более-менее приходил я, потому что если оценивать его по количеству выполненных задач, например, то у задач очень разный вес. Одна задача открыть офис в новом городе или открыть направление новой бизнеса, а вторая задача прислать отчет за последнюю неделю. Несравнимый вес в показателях и там количество. Одна задача невыполненная, может быть, завалить весь план годовой, а все остальные красивые, выполненные промежуточные. Нельзя так сделать. Поэтому мы говорим, смотрите, есть исполнительская дисциплина. Это как человек работает в принципе с задачами. Он успевает их выполнять, он работает со сроками, выдает нормальный результат или нет. Это можно посмотреть из отчетов. Пожалуйста, есть у нас отчет, в котором нарисовано, сколько у тебя выполняет задач из общих 100%, без нарушений. Называется эффективность, ее можно посмотреть. Очень простая цифра. Второй момент – это все-таки качество работы. И вот качество работы в работе маркетинга, в работе юристов, в работе разных подразделений, которые обычно находятся в офисе, управленческих, административных подразделений, все-таки приходится оценивать постановщику задачи. Если я попросил человека запустить новое направление, то я понимаю, насколько он справился с этой задачей. Задачи формальными критериями не описать. Поэтому я экспертно оцениваю, хорошо или плохо выполнена задача. Могу так сделать. Про соблюдение сроков сказали. И еще один момент, когда мы используем общую систему для постановки контроля задач, у нас включается такой социальный контроль. Социальный контроль – очень классная функция, совершенно бесплатная, но присутствующая у всех. Значит, социальный контроль – это когда я публично внутри проекта говорю, я возьму на себя вот раз, два, три, четыре задачи, которые я выполню. Это видят коллеги, и коллеги зависят от выполнения моих задач. Только после того, как я сделаю свою часть, коллеги могут продолжить. И поэтому они посматривают на меня одним глазом, и я об этом знаю. Это социальный контроль. Я взял обязательства не только перед своим руководителем, если бы это один на один задача была, но еще я внутри проекта, в рамках проекта. Это видят мои коллеги, и их я тоже подвести не могу. Это такой мой социальный статус, который я уронить, ухватив гореть лицом, позволить себе не могу. Поэтому работаю лучше. Такой вот лайфхак. Значит, соответственно, мы смотрим на ключевые цифры, которые есть у нас в задачах. Тут есть, по-моему, у меня слайд с эффективностью, я его чуть попозже покажу. Внутри Bitrix24 есть Task Tracker. Я думаю, что те, кто работают с системой, знакомы с ними. Если вы не видели еще Bitrix24, то там есть разные форматы работы с задачей, удобные для водопада обычного, диаграмма Ганта. Это у вас на слайде Kanban. Там, пожалуйста, можно работать с удобным для вас форматом, передвигая задачи. Постановка задачи – предельно простая история. Лучше, наверное, остановиться на ролях внутри задачи, когда есть постановщик и исполнитель, с ними все понятно, а есть еще наблюдатель и соисполнитель. Соисполнитель – человек, помощь которого вам нужна для выполнения задачи. Эта задача в том числе и на нем висит. А наблюдатели – это те люди, которые должны быть в курсе, что происходит. Тут хочу предостеречь вас немножко. В наблюдателе очень при начале работы всегда очень хочется поставить директора. Ну, для того, чтобы все работали лучше, потому что директор во всех задачах наблюдатель. Приводит это чаще всего к тому, что директор ни в одну задачу не заходит, потому что их миллион. Он открывает систему и говорит, ой-ой-ой, задача – это не мое, это как-то без меня. И поэтому и эффект пропадает от того, что директор в копии, в наблюдателях. Ну, и жизнь ему вы сильно усложняете, поэтому, конечно, дозируйте, кто должен быть в наблюдателях задачи. Не делайте так, чтобы их было огромное количество. Немножко мы играем с такой механикой, как счетчики. Нас приучили к ней давным-давно, еще со времен, когда почта вывешивала счетчик, что там какое-то количество непрочитанных сообщений. Теперь это у нас везде. Мы открываем смартфон, и у нас есть иконка, и там счетчик. И что делаем мы, когда видим условно иконку Инстаграма, на которой счетчик 8? Или там, кроме Facebook или еще какой-то социальной сети, у нас палец автоматически туда тянется. Это такой рефлекс психологический. Мы этот механизм используем и в задачах в том числе, и в CRM используем на самом деле, используем в работе, когда мы подсвечиваем такими счетчиками количество дел, сделок или задач, которые требуют моего внимания. Я открываю интерфейс, вижу, ух, там две задачи, например, счетчик 2. Иду туда и смотрю, что мне нужно делать. Поэтому всегда уделяю внимание важному тому, что система мне подсветила. Вот слайд, который обещал показать. Это эффективность. Вот здесь эффективность классная, 82%. Ну, все, что больше 80, это нормальная эффективность. Может быть, не словом классно ее вы называете, но тем не менее. Это означает, что из 100 задач 82 я выполнил без нарушений. Выполнил в срок, все окей, у меня по ним. И вот это очень простой показатель, на который можно ориентироваться. В помощь всем людям шаблоны задач, если у вас есть регулярные задачи, отчеты по понедельникам, отчеты ежемесячные, запуск рекламной кампании, все что угодно. Мы забиваем такой шаблон и выставляем его одной кнопкой. Там уже расписана большая часть показаний, сильно упрощает нам жизнь, рекомендую использовать. Еще раз повторюсь, что Bitrix24 это комплексная система. Мы сейчас посмотрели на офис, на задачи, практически не смотрели на CRM, контакт-центры и магазины. Но коллеги расскажут, если будет необходимо. Мы сегодня фокусируемся на удаленной работе. Так, у меня есть три минутки, и, наверное, я доберусь до маленького бонуса и анонса, про который говорил. Смотрите, мы раз в полгода примерно выпускаем обновление для Bitrix24. Это новый функционал, который выходит внутри продукта, которого, может быть, не было совсем, или он доработан, у него появились новые функции. И вот такое обновление ждет нас буквально скоро. Мы все очень готовимся к этому процессу. 23 ноября в 11 часов по Москве будет трансляция. Она такая же удаленная, можно совершенно спокойно запланировать себе. Взять там чашечку кофе, не знаю, карандаш, куда вы привыкли записывать новый функционал или новые идеи. И посмотреть примерно час-час небольшим времени. За это время мы показываем новинки, которые выходят у нас в Bitrix24, что можно еще посмотреть, использовать, и что мы в ближайшее время отдадим вам для более эффективной работы. 23 ноября. Очень рекомендую подключиться, посмотреть. Сам буду по всеоружии смотреть за презентацией. Либо ссылка timeb324.works, либо по QR-коду можете сразу же добраться до нужного интерфейса. Итак, мы в тайминг уложились, друзья, и хотелось бы немножко резюмировать. Мы с вами сегодня поговорили про мотивацию и контроль. Марина в первой части больше говорила про мотивацию, как общаться с сотрудниками, как выставлять требования, как не пропустить сотрудника, который там погас, потерялся, как воспосполнить ту нехватку коммуникаций, которая у нас в удаленном формате есть. Я во второй части больше поговорил про инструменты уже внутри Bitrix24, когда мы ставим задачи, выполняем и работаем с ними, смотрим, оцениваем, как мы оцениваем сотрудников, которые есть у нас в разных ролях находятся. Общая мысль, ключевая мысль про оценку и контроль сотрудников – это мы контролируем то, что мы зафиксировали и то, что мы можем посчитать фактически. То есть если мы в единой системе не ведем продажи, не ведем промежуточные действия, влиять на это мы не можем. Если мы не знаем, сколько задач решает наш подчиненный, то мы можем дать ему еще 10, потому что не понимаем, какая у него загрузка. Может быть, он одну задачу, может быть, 20 решает. И поэтому лучше все вести в единой системе. Это, первое, гарантирует вам, что вы из любой точки получите эти самые данные и информацию. И второе, конечно, дает возможность управления. Надеемся, что вебинар был полезный. Друзья, записью, презентациями поделимся по той же самой почте, по которой вы подключались и регистрировались к нам вместе. Всем удачи и хорошей работы. Счастливо.